Говорит, ты выходишь из одной кофейни, 10 метров проходишь, заходишь, еще лучше кофейни, еще лучше кофе, еще лучше десерты. Ну, качество наших кофеин, качество нашего кофе гораздо выше, чем во всем мире. Всем привет! У нас очередная серия будней обжарщика, и сегодня мы в гостях в обжарщика TST Band. У нас с нами Алена Середа, координатор СКА. Сегодня мы поговорим о этой организации, что это за СКА, за что отвечает. Чем занимается, потом обсудим чемпионаты по обжарке, и не только по обжарке. И, в принципе, поговорим о ситуации с обжаркой кофе в Украине, куда мы двигаемся и чего ожидать. Алена, расскажи, очень часто нас спрашивают, что за СКА? На пачках у некоторых обжарщиков можно встретить баллы, там написано СКА 86-88, и задают вопрос, что за СКА? Ну, все, кто у нас работают в сфере кофе в Украине, я думаю, что все максимально знают, что такое за Specialty Coffee Ассоциация. Для тех, кто не знает, расскажу. Ассоциация мировая, и направлена работа на то, чтобы улучшать, скажем так, познание про кофе. Сюда входит обучение судей, обучение бариста, обжарщиков, проведение чемпионатов, это селекционирование кофе. Ну, все направлено на то, чтобы кофе был лучше. Чем занимается координатор СКА? Смотрите, моя задача сейчас в Украине, понятно, это развитие кофейной культуры. И думаю, что за 4 года, ну, уже 5-й год я как координатор, культура Украины перешагнула, по-моему, всю мировую вообще кофейную индустрию. В Украине сейчас обжарщиков, если так посчитать, то, наверное, больше уже полторы тысячи, может быть, даже до двух. Если все зарегистрируют свои мощности, то мы уже четко будем понимать, сколько их. Моя задача как координатора, прежде всего, это проведение всех национальных чемпионатов, для того, чтобы наши ребята, наши ребята крайне талантливые, я во всех их верю, уже есть у нас один чемпион мира, я думаю, что это будет не последний чемпион мира. Это проведение национальных чемпионатов и выступление на мировых чемпионатах. Это достаточно затратно, дорого, но это необходимо, потому что ребята, выезжая за границу на мировые чемпионаты, во-первых, они знакомятся со всеми ребятами на других странах с чемпионами, меняются всеми информациями, пробуют кофе, и в любом случае это большой-большой рост. А координаторская, это должность президента? Это избирательная должность, да, и за нее голосуют все члены, которые находятся в Новска. На какой срок выбирается? Два года. Два года? То есть вы уже третий? Ну, сейчас в связи с пандемией, то есть я была два года, два раза по два года, и сейчас должны были быть перевыборы. Я на третий срок уже баллотироваться не могу. Два чемпиона у нас есть, нам еще надо пять чемпионатов провести, и тогда я как бы заканчиваю. Ну, я из СК не ухожу, однозначно, я это не брошу. У нас как-то спросили, и я на самом деле думаю, а вот интересно, а координатор СК получает зарплату? Никто не получает у нас зарплату. У нас сейчас шесть координаторов, все эти должности, избирательные, национальный координатор, координатор по связям с общественностью, по обучению, по членству СК, никто из нас не получает зарплату. Волонтеры, которые приходят, они тоже не получают зарплату. Максимально, что я для них могу сделать, это какие-то подарочки от партнеров, какие-то формы, футболочки и все остальное. То есть, в принципе, координатор СК это такой главарь волонтеров, который несет факел, свет. Я понял. А если сравнить с координаторами СК и, в принципе, об организации в других странах, насколько нам сложнее или наоборот, у нас там все не так уж плохо? Ну, благодаря нашим партнерам у нас вообще все неплохо. У нас все чемпионы уехали. Во-первых, мы провели серию всех чемпионатов. Поверьте мне, не Швейцария, а там никакие другие страны все чемпионаты не проводят. У нас есть чемпионы. За эти четыре года, которые у нас были, у нас все прошли чемпионаты по всем номинациям. Мы поехали везде. У нас уже ребята в топ-10. Я просто общаюсь с разными бориста и обжарщиками слышал такое, что вот там за границей там им хорошо, у них там большая команда, там один человек там стиммер натирает, другой пичи натирает, а там чемпион, он только настраивается, там ловит волну. А у нас ты едешь сам, ты за все отвечаешь сам, это все. Не знаю, я с каждым чемпионом вылетала, кроме того, только в Бразилию не смогла полететь, но я отправила туда оператора, поэтому на страничке вы можете посмотреть, как ребята туда слетели, потому что денег не хватило. Ну, летела команда. Я считаю, что у нас команда очень крутая. У нас, начиная первый чемпионат, в котором мы поехали на мировой чемпионат, благодаря партнерам, это был ВОК, у нас был целый автобус бесплатный. У нас поехала команда больше 60 человек в Будапеште. У нас в Сеуле была команда, хотя это очень далеко. И в Бразилии была команда, и в Штатах была команда. Это неправда, у нас это очень сильная команда. А как вообще уровень Украины на мировых чемпионатах? Потому что смотришь то, что происходит в кофейной индустрии. И у нас сейчас там с кофейнями, у нас там есть топовые кофейни, которые там в мировых рейтингах нормально занимают хорошие места. И у нас обжарок там уже, наверное, больше 2000 всех вместе взятых. То есть мы очень сильно так вот в этом развиваемся. А на чемпионатах, вот я знаю, у нас там есть один чемпион мира, да, Слава Бабич. Второе место по турке, если я не ошибаюсь, после Слава Бабича Таня Тарекина заняла. Тарекина Таня, да, в Берлин. Какие еще у нас есть награды? Наши ребята вообще в топ-10 уже. Обжарка у нас была, Юлечка Сычук в пятерке. Третье место у нас по кофе и алкоголю, на секундочку. Лотт-арт у нас в шестой, седьмой. Ну, в общем, тоже в десятке. Мы по всем номинациям в десятке. По обжарке? В турочке, да, да, да. В турочке мы поярче всех. Я считаю, что и кофе и алкоголь мы можем. Вот выступление Влада Димоненко в Берлине, оно было мега крутейшим. Но если понятно, то есть у него там было седьмое... О, в десяти три и алкоголь, да? Да, и у него было седьмое место. Но если бы вы понимали, кто вышел в шестерку лучших, то там дважды чемпионы мира были. Дважды чемпионы мира был чувак. То есть надо понимать, что ну очень сильно. И кофе и алкоголь, я тоже считаю. В притирочку абсолютную, да. То есть у нас очень сильный кофе и алкоголь. Ребята крылья, красавчики. Я думаю, с такими темпами, там, ну, конечно, сейчас ковид свои коррективы вносит. Но, в принципе, так как мы развиваемся и, в принципе, я смотрю... Кап-тестинг у нас еще на секундочку. Да, кстати. Андрей Васильев, да, последний раз? И Андрей Васильев, и Алина Витренко. Алиночка в Бразилии тоже была в десяточке. То есть уровень у нас... У нас и лотеарты, и кофе и алкоголь, и джезва, и кап-тестинг, и обжарка. У нас все, в принципе, сильные. То есть мы уже максимально близко. За 4 года я считаю, что это нереальный скачок. Какая сейчас ситуация с чемпионатами в Украине? То есть мы там успели провести вот там несколько... Мы два чемпионата только провели. Что дальше? Когда планируется... Смотрите, провести чемпионат... Сейчас мы провели еще отборочный чемпионат по обжарке. То, что крайне много сейчас у участников. И осталось у нас провести 5 чемпионатов для того, чтобы закрыть сезон. Но с учетом того, что отменили Австралию, отменили Варшаву, сейчас отменили опять же Афины, и третья волна ковида... Сроки непонятные. Вопрос в другом. Мы хотим сделать большой фестиваль. Для чего? То есть все, кто работает в кофейной индустрии, все, кто там жарит кофе, варит кофе, плюс-минус, они что-то понимают в кофе, да? И что куда движется? Наша задача образовывать конечного потребителя. Мы хотели это сделать посредством нашего фестиваля, который должен был состояться в мае прошлого года. Фестиваль «Шторм», на котором бы все прошли эти 5 чемпионатов. Но ковид все подкорректировал. И на когда переносить мы тоже не понимаем. Потому что для того, чтобы провести национальные чемпионаты, нам нужен рэп-судья. Это должен быть иностранец. Они не прилетят. Кроме того, к нам на фестиваль подтвердили участие 10 иностранных обжарщиков, включая «Андердог», «Зе Барн» и все остальные. 10. Это только, скажем так, не все наши баристы могут полететь куда-то за границу, побывать у них. То есть они все согласились приехать к нам. То есть это было должно быть очень грандиозное мероприятие? Не приедут судьи, не состоится. А без иностранного судьи чемпионат? У нас, к сожалению, в Украине еще нет рэпа. У нас только там парочку только есть преподавателей, которые сертифицированы СК. У нас, по-моему, три Q-грейдера. А рэпа еще нет. Рэп – это representative судья. То есть он должен пройти к какой-то конфликации? Это главный судья, который, да, то есть он, как правило, следит за тем, чтобы не было понятно. Мы в своей стране, каждый за кого-то переживает, для того, чтобы никому не подсудить. Это независимый человек. Это независимый человек, который… То есть даже если у нас в Украине будет такой судья, он не сможет судить наши чемпионаты? Сможет. Сможет, да? В России же так и судят. Почему в России пришли чемпионаты? Почему пришли в Польше чемпионаты? Потому что у них свои рэпы есть, у нас нет рэпы. Ну, сейчас поговорим о том, что можно сделать как-то там дистанционно провести чемпионаты. Но я не вижу смысла их делать закрытыми. Мы все-таки подождем. Мы будем заранее знать, когда будет мировой чемпионат. И мы сможем, я думаю, что сделать как раз и фестиваль. Во-первых, уже все соскучились друг за другом. Мы помним обжарку, которую мы сделали. Она была маленькая. Скажем так, по количеству людей, да? Были только участники, судьи и волонтеры. Это дворочный тур, да? Да, который был отборочный тур. И так все соскучились друг за другом. И не хватает вот этих вот эмоций, да, сейчас. Тяжелый второй год пошел. Поэтому эмоций не хватает. Хочется очень сделать классный фестиваль, где бы все друг друга увидели, пообщались, посоревновались. В общем, и тусанули, конечно. Я понял. То есть все сейчас в ожидании, на звонке? Сейчас в ожидании, да, потому что ждем. Потому что, во-первых, никто не приедет. То есть мы чемпионаты вряд ли проведем. Закрыто через какие-то камеры, ватсап, но это не оно. А как можно проводить чемпионаты через камеры? Не знаю, судья будет там, подключаются онлайн и судьи наблюдают. Но если мы хотим провести вопрос, я такой не понимаю смысла, зачем это проводить. Если все равно рано или поздно ковид закончится, все равно будет проводиться мировой чемпионат. Мы надеемся, что все-таки будет. Вроде бы уже объявили Милана хост. То есть мы надеемся, что хотя бы к концу года, что-то уже произойдет. Большая проблема, что я понимаю, что он постоянно переносится. И насколько я знаю, общаясь с чемпионом по Брюверсу, то вроде как уже второй раз они там сдают билеты. Третий. Третий уже, да? Не, ну они сдавали билеты один раз. Вот они должны были в прошлом году где-то в мае. Они должны были в мае лететь в Австралию оба. Потом перенесли на Варшаву. Потом отменили Варшаву. Должна была быть Афина в июне. И отменили Афины. Ну билеты уже, естественно, никто не покупал. Выходит, что, в принципе, чемпионаты, они несут не только вот там какую-то спортивную составляющую, а и культуру конечным потребителям. Ну было сказано, что все вот это, все это движение, все это течение чемпионата, фестиваля, они, в принципе, формируют какую-то культуру в Украине и воспитывают конечным потребителем. Какая ситуация сейчас с конечным потребителем? У меня очень часто люди просят кофе без кислинки. Но уже поступают там звонки от людей, которые, в принципе, понимают, что они хотят. И человек на кухне себе приготовит кофе. Он говорит, что у меня там воронка, у меня там аэропресс. Обычные люди уже, как есть там в спорте, что-то там спорта перетягивается в обычные. Например, какие-то модные тормоза в спортивных автомобилях со временем переходят на обычные машины. Точно так же я вижу, что обычный человек на кухне начинает пользоваться теми девайсами, которые, казалось бы, раньше только нужны для чемпионата. Какая вообще наблюдается ситуация сейчас в быту людей? Смотрите, опять же, мы прекрасно понимаем, даем себе отчет, что основная масса людей до сих пор покупает коммерческие кофе известных брендов. Сейчас зашел на полки кофе Starbucks, максимально известный. Я не знаю, кто-то первый раз купил, плевался, кто-то, наоборот, вострогался. Есть какие-то ожидания от появления Starbucks в Украине? Какие-то позитивные изменения или, наоборот, что там, ну все, нам... Я надеюсь, что... Или это вообще никак просто? Народ протрезвеет немножко, поймет разницу и качество. Вопрос в доступности кофе. Где у нас и по цене, да? То есть мы тоже понимаем, что сейчас ситуация второй год, когда люди съедают все свои запасы, денег нет. То есть насколько будет платежеспособный, да, покупатель. В любом случае нам есть куда двигаться. Пока конечный потребитель не будет образован, и он не сможет сравнить со свежей обжаркой, да, с вкусным кофе, он будет продолжать покупать то, что ему удобно на полках по цене. Красивая упаковка, цена, известный бренд и все. По привычке. Я еще наблюдаю последних несколько лет такое заблуждение там, конечно, потребителя, вот касательно свежей обжарки. Потому что для меня есть там свежая обжарка, есть вкусная свежая обжарка. Потому что сейчас есть обжарщики, которые там вовсе рекламируются. У нас там свежая обжарка, прям с ростера вам чашку, прям вот свежее есть некуда. Но когда пробуешь кофе вот этой свежей обжарки, да, она свежая, но продукт просто ни о чем. Люди вслепую идут за такими обжарщиками. Это тоже неплохо. Это тоже какой-то этап. Это уже такой переходной этап. Это уже тоже неплохо, это тоже переходной этап. Но люди когда поймут, что сразу после обжарки кофе не пьют, они попадут в другие руки профессионального обжарщика, который даст им правильный кофе. Ну, это уже тоже неплохо. У человека должен быть выбор. Опять же, мы же прекрасно понимаем, у нас много обжарщиков. Сравним, грубо говоря, да? Вы возьмете мясо, да? Можно пожарить с кровью, можно пожарить медью, можно зажарить в угли. Мое любимое сравнение. Это как раз и касается... У каждого понимание свое, каждый выжаривает по-своему. Кто-то с кислинкой, кто-то с кислотой, кто-то в сладость. То есть, в принципе... И каждый из них прав по-своему. Но есть же какие-то нормы, которые диктуют СК, что вот там так-то жарить нельзя. Но я слышал, такая мука, что... Должен быть везде баланс. Должен быть везде баланс. То есть, какие-то обжарки не принимаются где-то на чемпионате или что такое. Где-то слышал, что вот если там обжарка меньше 8 минут, то, ну, как бы, дисквалификация. Или это я накутался? Смотрите, не путайте. Чемпионат по обжарке, он немножко не в правильном направлении. Вот почему у нас раньше ребята очень сильно просаживались на чемпионатах именно по обжарке. Когда вышел главный судья, давал нам обратную связь, он говорит, не путайте. Это чемпионат не про кофе. Это чемпионат про обжарку. Там кофе должен быть сладкий. А вы все жарите как? Как на Брюверс. Ну, как модно. Как модно. Поэтому мы не равняемся чемпионата. Чемпионат это для других дел. Всегда во вкусе должен быть баланс. Не вырываясь ни в яркую горечь, ни в яркую кислоту. Всегда должен быть баланс. Возьмите оценочные листы и посмотрите. Везде должен быть баланс. Хороший обжарщик, опытный, который, в принципе, понимает все процессы и толково жарит. Может с первого раза стать чемпионом? Не знаю всех этих нюансов, где можно потерять баллы, какие-то протоколы, какие-то таблички. Опять же, если человек не готовится, человек не может выиграть. Всегда человек готовится. Для того, чтобы выиграть, надо понимать вообще условия чемпионата. Про что это чемпионат? Мы выиграли свои все первые чемпионаты, но тогда еще было это проще и легко. Мы выиграли чемпионаты на коммерческом кофе. Но это было еще только становление. Сейчас так не работает. Сейчас сильнейшие ребята, приезжающие на мировой чемпионат, и особенно азиаты, их победить невозможно. А почему? Я помню, как Саша Бениска рассказывал про азиатов, такое ощущение, что они ложатся спать с молочником, просыпаются и сразу начинают уже рисовать. Ну да, у них там основное направление в лотард. Практически весь лотард забирает азиат. Опять же, сейчас последний чемпионат бариста забрали тоже девочка, азиатка бариста именно. Вторыми стали греки. Чем это связано? Ну, что какие-то страны начинают перетягивать на себя там подвинутую частную награду? Подготовка, подготовка. Сильная команда и подготовка. Понимание всех нюансов. Понимание вплоть до того, кто будет тебя судить. Понимание пристрастия той страны, из которой судья. Анализ полностью предыдущих чемпионатов. Варианты. Вы же понимаете, когда ребята приезжают на чемпионат мира, кто-то когда-то сказал, мне очень понравилась эта фраза, это как показ мод. Все показывают и выставляют то, что они придумали, ну, как бы похвастаться, открыть. Кто-то придумал новое вливание, кто-то придумал новый коктейль, кто-то придумал какую-то новую воронку. Это же всегда так. Вершина, это очень сильно и развивает. Но если не тренироваться, то есть надо задаться целью, то есть на чемпионат надо тренироваться не за месяц, а за годы. И вот только тогда это будет результат. Я так понимаю, что команда должна быть сформирована и все эти годы вокруг чемпиона одни и те же люди, которые тоже должны с ним тренироваться все время. Команда по идее, работа команды, это всякая помощь, да, потому что надо натереть посуду, ну, в зависимости от того, какой чемпионат. Посмотреть со стороны, подсказать что-то, да, это поддержка. Это также люди по характеру совместимые. Не, ну, понятно, потому что команда, это же те, которые все в одну сторону. Обязательно. Без команды было бы очень тяжело. То, что мы видим, там, с пятого года, когда наши ребята ездили, они ездили там в одиночку, конечно, это сложно. Когда ты видишь, что у тебя там на трибунах за тобой, эй, и флаги развиваются, и все, уже все знают. Сейчас никто нас не путает ни с какой другой страной. Все четко понимают, что мы из Украины. И всех сильнейших украинцев знают наших ребят. И уже приглашают ребята, ездят, судят мировые чемпионаты. Даже так? Конечно. Таня Тарыкина судила в Турции чемпионаты. Еще ребята, я зли точно знаю. Наших знают очень хорошо. Это уровень уже. Кроме того, мы же когда проводим национальные чемпионаты, либо какие-то фестивали, ребята к нам приезжают, те же судьи, либо приглашенные ребята с Андердога приезжали, ребята с Россией приезжали, ребята. И мы их с Литвы тоже были судьи. Вот литовец вообще очень удивился, он говорит, Алена говорит, у вас такое, такая концентрация крутейших кофеин, говорит, у нас нет, нигде нет. Говорит, ты выходишь из одной кофейни, 10 метров проходишь, заходишь, еще лучше кофейни, еще лучше кофе, еще лучше десерты. Ну, качество наших кофеин, качество нашего кофе гораздо выше, чем во всем мире. Не, есть топовые ребята, понятно. Ну, мы не в хвосте поезда. Качество наших обжарок, ну, у нас сейчас очень много там крафтовых, там, мелких обжарщиков, которые выпускают какой-то свой продукт. Вот, в целом, наш продукт сравнимо, нам тоже в комментариях люди пишут, что, какой смысл покупать у вас свежую обжарку, я там, пусть доплачу, там, 30 евро, закажу, там, гордой, если наш кофе, сравнивают наших ребят, на каком уровне он сравнимо с барным, тем же самым. Я люблю наших обжарщиков, я периодически заказываю у всех ребят кофе, и крайне редко, ну, то есть, мы для сравнения взяли. Я считаю, что мы лучше. Очень даже, да? Как для Украины, да, как для Украины, да. И при всем этом, при этой ситуации, конечный потребитель сейчас перетягивается, перетекая со стороны, там, коммерческих, там, больших брендов, которые мы привыкли видеть на полках супермаркеты, в сторону наших локальных обжарщиков, или пропорционально просто растет увеличение, там, потребления кофе. Потому что мы наблюдаем, что появляется больше обжарщиков, они же куда-то жарят, кому-то продают. То есть, в принципе, потребление там свежеобжаренное, там, там, скажем, пуск до арабики, в Украине больше остает. Но есть же такая мысля, что украинцы, в принципе, больше начинают кофе пить. Точно так же и в супермаркете больше начинают покупать. Вы на полках супермаркета много видели наших представителей свежей обжарки? Джемни, Треви, вроде как. И вроде как и все, да? Вроде как и все. Но есть еще десятка лучших, да, то есть, классный кофе, его там нет на полках. И вряд ли он встанет на полках. И нас, тех людей, которые максимально приближенные кофе что-то понимают, нас там процентов десять. Десять. И все свежеобжарки у нас борются за кофейни, топчутся на одном и том же месте, друг друга выбивая, перебивая и все остальное. Максимально не доходит. Молодое поколение, да, теоретически, они заказывают в интернете, в инстаграме, но основная масса людей покупают кофе в супермаркетах. Статистика, говорит, четко и настойчиво. Если нет свежей обжарки в супермаркетах, народ не поймет. Отсутствие фестивалей, там, где люди могут прийти, отдохнуть, попробовать и что-то для себя новое открыть, как мы понимаем, пока нам еще на год будет закрыт. Поэтому не там наши обжарщики борются. Все в наших руках. Естественно. Те движения, которые мы делаем, то же самое будние обжарщики, те же самые фестивали, они влияют на дальнейшую ситуацию. Почему мы торгуем за фестиваль? Потому что мы максимально работаем с конечным потребителем. Когда люди приходят, у меня большое количество друзей, которые говорят, у вас еще и чемпионаты проводятся, а что же они там делают? То есть они привыкли к спортивным какие-то соревнованиям, но по кофе они вообще не понимали, что такое вообще в принципе возможно. А что они там делают? А как? Ой, а как это жарят? Сколько уже заснято было? Мы ролики с каждого мирового чемпионата привозим. И вроде как и на фейсбуке все изделим. Ну нет. Рестораны и то на 50% не понимают, с кем они работают и с чем они работают. И выбирают они коммерческие продукты по причине того, что тебе дают там оборудование, куча посуды, куча каких-то вливаний туда денежных, форма там и все остальное. И все это калькулируется в кофе. Ну им так удобно. Когда рестораны перейдут на свежую обжарку, не знаю. Ну сейчас я смотрю, что прогрессивные кофейни, они в принципе уже открываются на свежей обжарке. Рестораны, я думаю, что у них есть загвоздка в оборудовании. Никто не хочет вкладываться. Не каждый обжарщик имеет возможность предоставлять новую машинку и потом еще ее обновлять. Потому что рестораны, я знаю в своей практике, достаточно немного потребляют кофе. Потому что в принципе ресторан того еде. Кофе там ну немного. Покупают. А почему? Хорошо, окей. Я прихожу в ресторан, они мне говорят на кофе как бы мышц тут, мышц не кофейня. Я говорю, окей, то есть если вы не кофейня, то значит у вас на кофе, то есть можно закрыть глаза на чай, на вино, то есть выж только про мясо, на там только про еду. Я не приду к вам в ресторан. Я не буду работать с этим в ресторанах. Вот недавно была ситуация, я забрал кофеварку с одного ресторана, ну достаточно там себя позиционирующего там на хорошем уровне, потому что они посчитали, что кофе за 350 гривен это дорого, и в последнее время они там на моем оборудовании варили кофе с эко-маркета ароматизированный. Я говорю, ребята, ну если вы считаете, что за 350 гривен ну для вас это дорого, в ресторане, в котором там ценник ну очень достаточно то говорю, вопрос к еде вашей. Вы тоже так же мясо выбираете, что там это дорого, я возьму там подешевле на рынке. Поэтому мы забрали туда оборудование, но ситуация такая, как есть. Но опять же, пока будет предложение, а таких предложений много, есть компания Настлей, есть компания Якобс, появляются другие компании, которые вываливают. Понятно, они дают кофе дороже, но они при этом дают оборудование, даже не беря за это аренду. Будет предложение, будет на это спрос. Еще очень часто владельцы, управляющие ресторанами, они не считают, что для кофе нужен отдельный человек. То есть у них получается и бармен, он же и бариста, он же и разгрузить, там приехала машина, он же, соответственно, и кофе точно такой же. Поэтому в ресторанах кофе мало продается, потому что он там невкусный, хотите выпить кофе, идите в кофейню. Так говорят большая часть рестораторов, мы не кофейня. То есть они сами себя отгораживают? Кофе есть, там галочку поставили, кофеварка стоит, все нормально, у нас как-то вопрос с этим закрыт. Ну, рано или поздно все равно мы придем, потому что рестораторы тоже поймут, что кофе тоже должен быть вкусный. И тогда они придут к обжарщикам. И вино должно быть вкусным, и чай надо выбирать, и все продукты, если ты открываешь общепитие, надо понимать, что ко всем продуктам. Кстати, по поводу чая, у них же нет такой аналога, как СКА. У них есть один чемпионат, который проводится, более точный, зная, что проводили чемпионат, зная, даже в Украине хотели к нам присоединиться, ребята попросили типа помочь сделать чемпионат, но я не в курсе. Я просто читал, но настолько массово, конечно, только наша организация. Я когда-то читал интервью с Россией, когда человек занимается чаем, он говорит, ребята, кофейщики, вы не представляете, насколько вам повезло, что у вас есть такая организация, как СКА, которая закрывает и контролирует много вопросов в нашем чайном мире все намного сложнее и просто в этом плане хаос. Это было много лет назад. У них и партнеров меньше. Смотрите, у нас, что касается кофейного бизнеса, это производители кофемолог, кофеварок, обжарочных машин, полных автоматов, это куча посуды, это куча девайсов, это куча всего. То есть, это есть куча партнеров, за спонсорские деньги, которых можно проводить вот такие вот мероприятия. А в чай, я не представляю. Ну, посуда, конечно. Вот, вот. Нет, чай, это очень классно. У нас следующий вариант, то есть, мы для себя выбрали классный кофе, мы для себя выбрали классный какао, мы для себя там выбрали классный матч. Вот сейчас мы хотим заняться шоколадом, потому что это очень интересно. Также у нас пошли ребята, коллеги там из России, из других стран. это расширяет вообще мировоззрение и понимание вкусов. Потому что какао, кофе, чай, шоколад, это всегда рядом. А насколько глубоко заниматься шоколадом? Потому что все чаще, в последнее время встречаю от обжарщика вопросы. Ребята, кто знает, можно ли в ростре пожарить какао-бобы? А как смалывать какао-бобы? Вижу, там, одно время плотно смотрел подкасты Тарефат, обжарщики в России, и вот они тоже там начали занять шоколадом, у них появился в ассортименте там, как они говорят, это спешлоти шоколад. Они сами его производят, рассказывают весь процесс, показывают. Тренд, я так понимаю, уже в Украину подтягивается. Конечно, конечно. У нас вот ребята делают потрясающие какао, мне кажется. Ну, то есть мы работаем, мы максимально стараемся, я всегда поддерживаю украинские бренды, мы работаем с украинским производителем какао. На мой взгляд, там, натуральный какао, брюд, красный какао, но это очень вкусно. Это ничего подобного, я объездила полмира, я ничего подобного не пробовала. Понятно, что у нас тоже какао-бобы не растут, и у них какао-бобы не растут. Вы планируете их обжаривать? Нет, я хочу, я планирую максимально это изучить и понимать, и разобраться в этом всем. Потому что с детства мы знаем только какао с сахаром, который максимально, да, сейчас дети знают только Несквик с полочки. Вот, но опять же, мы идем к осознанному потреблению, то есть выбирая качественный продукт, во-первых, у нас, а, самое первое, это безопасность продукта. И я разговаривала с ребятами, когда мы изучали чайную историю, все, они говорят, а вы думаете, что чай это безопасный продукт, а ничего подобного. А кофе безопасный продукт? Хотя многие обжарщики говорят, да, они же там проходят два раза обжарку, двойную температурную обработку, там 200 и выше градусов. Про микротоксина никто не говорит. Про то, что кофе покупается без сертификатов, никто не говорит. В чай такая же история, в какао такая же история. И надо понимать, что мы покупаем и что мы вообще потребляем. Максимально сейчас все идут к осознанному потреблению, проверяют сроки, да, и это хочется разобраться в этом все для себя. С кофе для меня понятно, с чаем для меня понятно. сейчас конечный потребитель, он больше уже научился проверять сроки. И это не совсем правильно, потому что он часто спрашивает, когда будете жарить кофе? Отправьте мне в тот день, когда вы будете жарить кофе. Я в супермаркете замечаю, проверяют молочку, яйца. В худшем случае, сыры нет, потому что никто не смотрит. Молочку, яйца проверяют, все остальное, никто ничего не смотрит. Это мы даже разговаривали с супермаркетом, они проводили свои соцопросы. Кофе никто не смотрит, чай никто не смотрит. Ввиду той ситуации, что у нас сейчас очень много обжарщиков, и их там все больше и больше остается. Правительство поговаривает, что вот-вот скоро за вас возьмутся. Чего вообще ожидать? Возьмутся за что? За обжарщиков. Ну вот будет там облава проверок, будут заставлять регистрировать. У нас же загрегистрировано сколько там? Около тысячи обжарщиков? Ну, около тысячи. Я думаю, их там больше, два. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что те, кто работает правильно, им нечего бояться. А те, кто работает неправильно, им надо либо подтягиваться, да, потому что сколько у нас ребят жарится в гаражах, в условиях, которые абсолютно неприемлемы. Это образно, да. Когда ты заходишь на обжарки на земляной пол, ну или там земляной пол, или прям земляной пол. Посмотрите, СТБ снимала, мы недавно давали интервью, СТБ снимала три программы, где накрывали вот эти подпольные цеха. проверьте ролики в Ютубе, волосы станут дыбом, как они говорят. Которые жарят на пачках. Где молотый кофе стоит в каких-то ведрах на земле, где все грязно, где антисанитария, и мы понимаем, что кофе явно не высшего качества. Ароматизаторы химические стоят, и это все уходит на базары. И вот когда перестанут люди звонить и говорить, что там того, что мы с вами работаем по ресторанам, звонят люди и говорят, а у нас ловаться по 170 мы на столичке берем. Я говорю, прям вы уверены, что это ловаться за 170? Я говорю, не бывает ловаться за 170 гривен. С одной стороны, это очень круто. На самом деле, это очень круто. Потому что вот такие вот ребята, которые не регистрируют предприятия, не делают сертификацию, не проходят хотя бы минимальные требования по... Мы в любом случае мы относимся к пищевому производству. Мы работаем с пищевым продуктом. Такой кофе поддельный может попасть в супермаркет? Да, конечно. А чего нет? А какие-то там бумаги, сертификаты? Попадают. Все решается. Все решается. В основном, конечно, это все рынки. Рынки, на котором там ребята просто гонятся за ценами. И вот такие вот обжарщики, понятное дело, все хотят наращивать объем, но они подбивают очень сильно, демпингуют. Вы понимаете, что такое цена на кофе. И когда приходят запросы, дайте нам за 100 гривен килограмм, я говорю, у нас такого кофе нет. А мы вот покупаем, мы уже за 120 продаем на столичке. Я говорю, удачи. Вы знаете цены. Да. Ну вот. Даже берешь самую низкую позицию по арабике, там тот же самый Сантос, но не получается в эти деньги никак. Ну, не получается. Соответственно, мы задаемся вопросом. Мы задавались этим вопросом. Что туда? Ну, какой кофе обжаривается? Где его взять? Берут этот кофе. Это кофе там трехгодичной урожайности. Такой кофе тоже к нам заезжает. Если бы раньше он ушел там на растворимый, у нас сейчас нет, по-моему, производства, которые занимаются растворимым кофе. И то его, по-моему, не берут даже на растворимый кофе. То, в принципе, там и непонятно. Да еще ароматизатора добавить, конечно. Ну, а чё ж нет? Айриш, крем вообще. Люди говорят, заходят, как здрасте. Как достучаться? Как достучаться до этих людей и объяснить им, что такое ароматизатор? Что хороший кофе никто не будет скрывать. Это процесс долгих лет. У вас есть кофейня? Да. Какой у вас топ продуктов? У нас кофейня... Лат? Нет. Американу с молоком. Американу с молоком. Хорошо. В любом случае молочные напитки. Да. Мне говорим кофейня третья, где свежая обжарка. Там зачастую уже и фильтр в перевазе, потому что америка наши ребята не делают. Но количество... Тяжело. Смотрите, вот за этот год кофейня мало работали. Нас открывали там два раза, по-моему. Работают точки типа ларечки. Там, где есть вариант через окошко продать. Посмотрите, количество бутылок с сиропами, которые там стоят. Батареи. Просто батареи. Батареи. Ну, это выговорить. Если будет продаваться ароматизированный кофе, будет продаваться его много. Еще. Да. Это процесс не очень быстрый. Это образовательный. Это образовательный. Поэтому мы максимально хотим провести максимальное количество... Мы запускаем там серию обучений для людей. Для конечных людей. То есть, это не баристы, это не судьи, это не обжарщики. Вот к нам приходят там компаниями, там дарят подарки. Что подарить на день рождения человеку, у которого все есть? Ох, хочу пойти на обжарку. Увидеть, как это происходит? Конечно, да. Много кто считает, что кофе жарится вот в охладителе. Охладители, да, это самое первое. Боже, как он красивый, этот жарец. Вот, конечно, они все приходят в восторг, они пробуют кофе. Зачастую при первом каппинге они выбирают арбусту, потом они выбирают ароматизированный кофе. И только на третий раз они уже понимают, нет, вот это все-таки вкуснее. А в Италии или в других странах сиропы потребляют вообще? Мне кажется, они вообще максимально заточены на эспрессо и это у них прям как смолку матерь. Возьмем не итальянцев, а там другие европейские страны. Ну, всех стандартный плюс-минус. Плюс-минус. Эспрессо. Американу никто не делает. Эспрессо, капучино, латте. Ну, я имею в виду сиропы. В Италии, да, есть у них, у них еще эти сливки, вот это у них еще есть. Тоже есть, да? Есть, есть, есть. Ну, они опять же, если мы, мы уже ездим по каким? По туристическим городам. Туристические города и кофейни, в которых у них находятся, они работают на кого? На туриста. Если есть запрос, вот это шоколад, вишенки, там вся вот эта вот история с вафельками, трубочками, со всеми делами. Ну, это уже десерт, это уже даже не кофе. Если там откинуть, в Украине, а в принципе взять мировую ситуацию на кофейном рынке, ну, я хочу спросить по поводу, там, судьбы арабики. Сейчас очень, там, часто, там, можно услышать в том, что с арабикой все сложнее и сложнее, фермеры забираются повыше и повыше, потому что, там, всякие болельки. Не можно продать подороже и подороже. Да, климаты, что арабики там через какое-то время будет, ну, сложно ее, там выращивать и в принципе она будет очень дорогая и задумываться на том, чтобы там как-то с арабустой что-то сделать, чтобы по вкуснее было. Я вам скажу, 15 лет назад мы еще встречались в доме кофе с потрясающим человеком, они занимаются... С теми же самыми мыслями? Нет, они уже, да не давным-давно занимаются селекцией. Давным-давно уже занимаются селекцией. Поэтому, я думаю, что можно спать спокойно, хватит еще лет на 300. Работают, конечно, плантаторы работают над этим и постоянно высаживаются более стойкие урожаи к болезням и все остальное. В любом случае вы должны понимать, что высокогорный кофе это 20%. Все равно, если вы хотите зарабатывать, будет основной массой у вас это будет коммерцией у больших производств. Компания Якобс, компания Старбакс, компания Нестле, они выкупают прям урожай на 50 лет вперед. Как вы думаете? Они позволят, чтобы там не росла арабика? Я думаю, они подумали. Они максимально вкладываются в людей, они для них делают, я знаю, все эти программы, они максимально заботятся о почвах для того, чтобы это было эко. Эко сейчас вообще это номер один в мире. Естественно, они занимаются селекцией, естественно, они сохранят этот урожай. Поэтому арабика точно будет. Жалко, конечно, что максимально большие бренды выкупают классные, наверное, какие-то плантации. Но я думаю, что такого спроса, вы же понимаете, такого спроса не будет большого. Поэтому я думаю, кофе хватит. А с робустой какая ситуация? Ее там больше начинают пить, меньше начинают пить? Или как-то вот ее там... Я не слежу за судьбой робусты, если честно. Мы капим робусту, выбираем робусту, у нас есть одна даже смесь с робустой. Мы взяли самую мягкую, самую классную. Спешлти робуста тоже, я так думаю, скоро будет. Селекционеры не спят, делают ее максимально мягкой, максимально чистой, поэтому мы не против робусты. если она чистая, хорошая, классная, есть дорогая очень робуста, и у нас ребята пробовали и не поняли, что это робуст. У нас есть смесь, которую все пробуют и говорят, ну, вкусненькая, арабика, и огреняет. А кофеина там точно так же больше? Ну, немного больше. Просто часто говорят, что... мы не покупаем робусту там за 2 доллара, да? У нас там робусты стоят 5, 6. Ну, мытая какая-то, да? Да, мы только с мытой работаем. Это чисто мое предвзятое отношение к кофе, поэтому я могу один раз попробовать, там, натуралочку, оценить, все, на чемпионатах ее очень много использую, но основной мой приоритет это мытая кофе. Ну, к слову натуралочка, она двояко ассоциируется, когда там думаешь про Эфиопию какую-то и про робусту, эту галочку, там, луганду. Хотелось бы поговорить еще про ассортимент, мы говорили, там много кофейн открывается, про ассортимент кофе, с которым открывается кофейня, вот, чтобы соответствовать нынешнему времени и закрывать все там запросы клиента. Есть у нас, значит, встречаются места, где там 50 видов кофе, это там латте, там какой-то там сладкий банан, латте, там еще там пьяная вишня и там большой список. Есть кофейник, где просто там два кофе, там эспрессо и фильтр, и вот все, ни молока, ничего. Где же золотая середина? Я не встречала кофейни, которые... Я не заходил, но, насколько я знаю, там в Окто-Тавре, у них, ну, не два вида кофе, но у них нет молока королева. Я думаю, что... Где золотая середина? Как... Золотая середина, тут надо понимать, на что ориентируется та точка, которая открывается в каком сегменте, да? Если мы стоим там на почтовой площади в виде мафа, то понятно, там а-ля студенты, девочки, парни, или там, я не знаю, кто там будет пробегать. Это не про кофе. Это не про кофе. Если мы хотим выпить вкусный кофе, мы идем в какую-нибудь качественную кофейню, да, про которую мы слышали, мы читали, мы знаем, где-то видели. И там, ну, понятно, я против сиропов, против сливок, там, против всего. Из стандартных напитков, которые я понимаю, принимаю, я вообще пью только фильтр, либо завариваю кипятком, да? То есть, для меня понятный кофе это эспрессо, фильтр, то есть, черный кофе. И кофе в чашке. Да, и кофе в чашке. Молоко я не пью, мне не нравится. Максимально, что я себе могу позволить, это капучино на чемпионатах, когда я сужу. Но это, опять же, это я. И все те ребята, которые занимаются кофе, зачастую это фильтр, это чисто черный кофе. Мы уже давным-давно, никто не пьет с сахаром. То есть, это даже без сахара, я не говорю про сливки, конфетки, всю эту фигню, которую добавляют в кофе. Если вы направлены, то есть, если вы знаете четко, то ваш покупатель, у вас четко будет понимание, какое меню вы делаете. В ларьке, теоретически, я допускаю, в кофейне нет. Только классика, только классик. Опять же, есть кофе с алкоголем, это айриш кофе, это очень вкусный напиток. Есть какие-то авторские, какие-то напитки у ребят, которые они же привозят с чемпионата, либо с мировых чемпионатов. Мы знаем, что чувак выиграл чемпионат мира, и у него есть какой-то классный коктейль. Вот такие вот есть. Караф, как ему где быть? Вроде как, с одной стороны, его критикуют, потому что это не о кофе, но с другой стороны, он просачивается в меню видовых кофеен. Кофе со сливками, это тоже практически классика. То, что его взбивают, это второй вопрос. Ну, то кофе со сливками. По фильтру, общаясь там с разными кофейнями, за последние годы, насколько фильтр вырос в продажах? Перетягивает ли он на себя основную часть кофейных напитков, или все-таки это такая дополнительная позиция, которая должна быть? Фильтр должен быть, опять же, не во всех кофейнях, потому что, допустим, в тех же ресторанах, то есть мы понимаем, что фильтр не будет, либо будет к завтракам. То есть раньше, когда-то еще там в 2002 году был американский ресторан Аризона, ну, вот у них всегда был фильтр, и мы его тогда не понимали. В кофейнях должен быть фильтр однозначно, сейчас как бы уровень растет, он еще не перепрыгивает там эспрессо и все остальные напитки, но я думаю, что будущее у него и есть, это раз. Во-вторых, мы сейчас делаем, то есть все альтернативные методы приготовления тоже можно приравнивать к фильтру, это уж как бы так и есть. Делаются для конечного потребителя, у которых нет такого количества девайсов, вот у нас там есть 8 уже вариаций дрипов, когда человек дома может приготовить качественный фильтр, не хуже, чем в ресторане, без всяких весов, кофемолок и всего остального. И у нас сейчас запросы очень большие. На дрип? На дрип очень большие запросы. Тут спорный вопрос с этими дрипами, потому что кто-то говорит, что они мертвым колом стоят на полках, кто-то очень в них сильно верит, кто-то говорит, дрипы это так, скоро пройдет, вот капсулы. Капсулы готовят что? Капсулы готовят эспрессо. А мы сейчас говорим про фильтр. В наших кофейнях, с которыми мы работаем, уходит, вот мы начинали там с 200, это просто вот люди приходят и покупают россыпью, да? Сейчас закончили уже на полторы. То есть это всего лишь прошло 4 месяца, с учетом всех карантинов, там и всего остального. это очень удобно. Карантин это очень вкусно. Немножко там разогнал продажи, дрипал, повлияло как-то вот на... Ну, у нас как бы все стандартно, поэтому сложно. Думаю, что у всех подкосило немножко с карантином. Ну, вообще карантин на руку обжарщикам или он наоборот? Это сложно судить у кого, как работает реклама. Капсулы – это круто. я капсулы вижу там, скажем так, в офисном сегменте, когда нет мусора, когда нет шума кофемолог. У нас были такие покупатели, как там нотариаты, юристы, у которых шум не допускается, да? Капсулы, таблетка, это очень удобно, но это кофе на основе эспрессо. А мы сейчас говорим про фильтр. Вот, почему длибо это круто. А мы попробуем? Есть у вас капсулы? Есть у вас. Я просто никогда в жизни еще с тех времен, когда там я мог попробовать на эспрессо, там 2000, там какой-то там... У нас есть эспрессо, вы сейчас можете попробовать. Мы пробуем все. Я не пробовал, вот что за капсулы нынче обжарщики делают с там свежеобжаренный кофе, какие-то там спешлади. Интересно просто, что это не реально эспрессо, хотя похоже на... Это всегда будет альтернатива. Это не будет эспрессо с профессиональной кофемашиной. Альтернативой будет эспрессо с полностью автоматических машин. Это лучше, чем готовить там Саека Виена, ну вот это вот жужжалочка. Давайте я ему покажу, вы сверите. Мне кажется, нет. То есть, мы настали? Во-первых, кофе, сваренный на Саека из зерна, он будет вкуснее, свежее и дешевле. Ничего себе. Но капсулы удобно, скорее всего, что это и офисный сегмент, про который мы проговорили. Это чисто, да? Убрали. Но опять же, таблетки есть. Это в отелях можно поставить. Это удобно. Будучи в Португалии, мы были в отеле, и там стояла большая кофемашина, по-моему, даже на три группы, именно эспрессо. Ну, у них там были таблетки, по-моему, даже не капсулы. А в номере стояли капсулы. Смотрите, что такое дрипп, для тех, кто не знает, показываю. Вот такая вот упаковочка. По-моему, там какой-то газовой среде? Конечно, да. Мы срываем, аккуратненько достаем. Оп! И тут у нас находится кофеечек свежайший. Три раза вливания. По сути, без весовой, без специального. Конечно, мы уже тут все, мы просеяли помол, мы сделали идеальную заварку, законсервировали это газом, и вы там в путешествии, ну, если вы любитель или ценитель фильтра, вы всегда понимаете, что у вас под рукой всегда вкусная чашка. Я всегда до этого брал с собой дорогу аэропресс. Заезжал на заправку, брал кипяток у них, и там шел в машину, у меня была кофемолочка маленькая, и там готовил аэропресс. Ну, вот последний раз, в прошлую неделю должен был там к родителям уехать, и я задумался над тем, чтобы где-то купить дриппу, потому что вот как-то подумал стоять сейчас достаточно прохладно, где-то там варить этот аэропресс в машине, всегда можно его разлить. А мы сейчас заварим с вами попробуем. Да, интересно просто. И причем эфиопия. У нас четыре вида эфиопии, у нас есть даже бескофеиновый. Очень много сейчас беременных берут. Те, кто кормящие. как в Колумбии? В Колумбии. И та, которая на тростниковом, сахаром, этилоцитат. А вообще, как вы к этому кофе относитесь? К какому? Ну, который с помощью этилоцитата кофеина? Мы чистый кофе покупаем, мы никаких вот этих вот есть там обработка. Экспериментальных обработок и всего остального мы с этим не играемся. СО2-шный или там есть ребята, которые заточены на вот эти вот все обработки, вот эти вот хани, вот это вот все это, это все очень круто. У нас с чем сталкивается конечный потребитель, да? У нас есть коммерческий кофе и у нас есть супердорогой непонятный для них кофе. Для нас он понятный, для нас он крутой. Ну поверьте мне, когда я подарила самую дорогую пачку кофе очень известному человеку, очень состоятельному человеку, человек мне звонит вечером и говорит, а что это было за мое подразумение? Я говорю, в смысле? Он говорит, а можно мне позажарить кофе, а то дружина, стоите иду смажу я каву, потому что ему не хватает вкуса. И у нас получается, что конечный потребитель, даже тот, который в состоянии купить себе кофе, у него есть вариант либо коммерческий кофе, и он скорее всего, что его выберет, либо непонятные вот эти обработки, которые сейчас. Для него это уже третья, четвертая ступенька промежуточного, мытого, хорошего, классного кофе, ну мало ты найдешь сейчас, да? То, что все остальные заточены на классных. Ну вот у нас там куча ребят, там Светка, Витакова, Ван Лав, все. Понятно, ребята играют, потому что ребята уже на каком-то другом уровне, у них есть свой этот потребитель. А не понимают люди. Поэтому мы максимально ушли в сторону мытой, мытого чистого вкуса. Потом, когда человек захочет, понятно, мы все равно обработку не сможем пить, ну часто, да? То есть это кофе, не знаю как. Ну это не ежедневный. Это не ежедневный. Я не могу пить его все время. То есть я его могу попробовать, да, я помогу оценить, что он слаже, конечно же, да, у него там какая-то арматика другая. То есть меня там впечатлила, может, парочку кофеев, которые вот такой вот обработки. В любом случае, каждый день мы будем пить это. Я не знаю про других ребят, которые производят, да, мы в дриппакеты вкладываем частичку сердца своего, мы настолько как бы заморочились, чтобы человек дома получил максимально качественный продукт. Вот кому мы не заваривали, в слепой дегустации у нас есть фильтр кофемашины, у нас есть вот дриппы. Мы заварили, просто поставили две одинаковые чашки. Горят одинаково. А дриппакет, он похож по полу, типа, по полу, с самароприезд, там больше там. Не фильтр кофе. Фильтр кофе с фильтр кофемашины. Интересно. Мы хотели заменить, опять же, да, понимая, как варится фильтр, все равно Аэропресс варит немножко по-другому, да, воронка будет варить немножко по-другому. А это классический, стандартный фильтр, привычный фильтр. Максимально подбирали, по-моему, под это дело, максимально бы вы выбирали объем, закладку и все остальное. Каждый конечный потребитель, который купит, не поймет, что это сварено, ну, то есть, не в кофемашине. Если ресторан говорит, мы о еде, мы не хотим заморачиваться, мы не хотим содержать баристу, мы не хотим обслуживать кофеварку, нам не интересно там подбирать помолы, мы хотим просто нажать на кнопку и чтобы был хороший кофе. И желательно, чтобы еще можно было фильтр сделать. Можно ли таким советовать, вот вам пачка дрипов и вот вам капсулная машинка. И это непрестижно. Но опять же, капсульная машина вам не сделает капучино. Капучино, арачино еще. А? Арачино. Ну, это много времени занимает. Ну да. Это неудобно. Все-таки. Все равно профессиональная машина это максимально удобно. Бескофейновый гриб служит конкурировать с бескофейновой таблеткой? Нет. Ну, я думаю, это же безкофейновый фильтр, а то безкофейновый эспрессо. Ну да. И, ну, хотя, если взять во внимание то, как этот эспрессо готовится, там такое, что-то, какой-то недоваренный фильтр, чуть-чуть, ну, реально. Если это машинка, которая заточена под чалду, то есть она нормально приготовит этот кофе. А эспрессо-кофеварка, ну, это сложно взять эспрессо. Лучше уже, наверное, теладвика без кофеина готовить. Хотя, ну, вот, если есть поток клиентов, и тут там, мне без кофеина, а латы без кофеина. Ну, вопрос. Опять же, если человек понимает, что ему кофе нельзя по каким-то там причинам, то он либо фильтр, либо откажется. Вот смотрите, насколько просто. Ну, все-таки есть еще нюансы с водой, потому что, имея дрип в поезде, если проводница принесет стакан лампирид, которая набиралась, не знаю, с водопровода, и в этом котелке там всю дорогу кипела, то кофе тоже получится. Так себе. важность воды мы тоже понимаем. экспериментировал с воронкой, с водой, с водопровода и понимал, что это то еще удовольствие. Все-таки хорошего, легкого кофе не бывает. Прям совсем. Ну, опять же, там, где мы работаем с ресторанами, заведениями, неважно где, да, я там консультирую еще некоторые заправки, к качеству воды уже особое внимание у всех, поверьте мне, и даже у супермаркетов. То есть, все сейчас задумываются, все сейчас понимают, что не всегда вопрос в кофе, есть еще настройки оборудования, есть еще качество воды. Поэтому мы сейчас максимально там заезжаем на какую-то из заправок, я там понимаю четко, что там уже есть чистая водичка, и мы себе спокойно берем. Оп. А у нас сюда кружки тоже играет роль? Потому что я обратил внимание, что у нас сначала... Ну, в такую же вода не будет сливаться. Конечно, надо чуть повыше посуды. Попробовать? Ну да, просто он пока еще горяченький. Ну, пускай остынет. Чуть-чуть остынет. В принципе, можно процесс заварки потом добавить, ну, догнать еще иммерсии. Потому что у нас уже, когда уровень кофе поднялся, то наш дрип, он пополовину был в воде. Можно так сделать кофе покрепче. Можно покрепче. Кто-то настаивает. Ну, мы... Как пакетик. Да-да-да-да-да. Мы подарили ребятам упаковку дрипов, и через неделю получили голосовое сообщение со слезами на глазах. человек говорил. Я, говорит, только сегодня, говорит, и только сегодня, говорит, я не могу понять, что происходит. А мы видео сняли красивое, мы всем, кому дарили, мы сняли, отправляли это видео. Потому что никто же не читает, ну, поверьте мне, вот так вот беря, вся есть инструкция. Никто не читает. Это же кофе, что-то вы читали. Да, они заваривали, как чайный пакетик. И, говорит, я не могу понять, почему, почему, говорит, ну, такой вкус, говорит, ну, как-то все никак-то не так. Все говорит, я же видел, как это же было вкусно. И только, говорит, на последнем пакетике, говорит, я прочитала инструкцию, говорит, я завариваю. И только сегодня я попробовал вкусную чашку кофе. с этими корешками бросал туда все. И я привал. Как чайный пакетик, да, как чайный пакетик. там же чайный пакетик там на ниточке, а тут куча еще картонных. Возможно, так, я не знаю, мы не спрашивали, просто мы так смеялись очень долго. Может быть, и вот так, но только не разрывая, а... и настаивали, да. Покупают уже там, на заправках есть, по-моему, у Лого есть сейчас дрипы. Я не знаю, как люди заваривают, если честно, если они не читают, можно струкнуть. Не заварить, не знаю, колбрю можно так заварить, чашечку все там, залить, вот так вставить и в холодильник на ночь. Ну, вот, честно, я бы не отличил бы, где фильтр кофе, а где дрип, при том, что не надо там, с собой тягать кофемолку. Да, в общем, что не надо, тем надо, то, какие бы только чашка. У нас всегда с собой вмешением, там, 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 у нас либо термос, с собой, но опять же, мы знаем заправки, с которыми, ну, которых я там консультирую, да, я понимаю, что там классная вода, можно спокойно себе заехать. Опять же, для конечного потребителя взять газовую горелочку маленькую. Танинку дашь, газовую горелочку, это ж неудобно. Ничего. Нужно же максимально в этом мире, не хочется ничего делать, ничего не хочется с собой таскать, мало места, быстрее хочется это все сделать. Сейчас есть такие портативные горелочки, которые там, баллончик такой маленький, и там, в машине не лежит себе. Нет, у нас есть с собой чашки, мы приходим, берем кипяток, спокойно себе заварили, кофеечек и все. Когда ты знаешь, что там чистая, хорошая вода. А мы много путешествуем, поэтому мы знаем, где чистая и вкусная вода, и можно купить кипяток. Под конец хотелось бы, значит, спросить, и что посоветовать конечному потребителю, ну, как бы, скажем там, нашим зрителям. Вот мы говорим там много о правильном кофе, о хорошем кофе. Человек, который нас смотрит, как ему понять, какой правильный кофе на вкус, где его попробовать, куда обратиться, у кого, ну, что заказать там у обжарщиков, какую позицию, там, какую кофейню пойти, или там, третьей волны, второй волны, как определить, что это кофейня, там, какой-то волны. Посмотреть. Да, в Украине, слава Богу, у нас с этим попроще, у нас очень много классных кофейн, у нас очень много кофейн, которые со своей обжаркой, у нас есть классный гид кофейный, где можно посмотреть топ лучших обжарок в любой части Украины, да, в любом регионе, там, выбираешь топ лучших кофеен, приходишь в кофейню. Насколько я знаю, это Дегид, еще есть приложение. И приложение еще есть, в приложении больше кофейн, которых, ну, больше кофейн, чем попадает в книжку, в книжку попадает топ 100, а в приложении там очень много кофейн. Открываете свой регион, находите лучшие кофейни, которые, за которые голосовали ребята, заходите туда, общаетесь с Бористо, как правило, Бористо с удовольствием подрасскажут про кофе, и можно уже начинать с чего-то пробовать. Как правило, всегда в таких кофейнях, сейчас их называют третьей волны, всегда на полках будет кофе. Вы поддержите а, украинского производителя, вы получите 100% свежайший кофе, понятно, будет где-то мимо, где-то будет попадание, но вы в любом случае найдете этот кофе, который вам понравится. Что вы посоветовали человеку, который спросит, я люблю не кислый кофе, что мне выпить? Выпить в кофейне? Нет, выпить обжарщик, что заказать. Я думаю, что каждый обжарщик сможет порекомендовать, какой есть кофе, из какого региона, без явной какой-то кислотной характеристики. Да, спасибо за интересную беседу, было на самом деле очень познавательно поговорить и услышать о ситуации в Украине, куда мы двигаемся, что с чемпионатами, и я думаю, также нашим зрителям будет тоже интересно и понятно, как выбрать кофе для дома. мы еще наконец-то в прямом, ну не в прямом эфире, на передаче заварили дрип, это на самом деле открытие для меня свое время было, потому что я думал до этого, что самый крутой вариант для путешествия это аэропресс, но как оказалось, есть еще проще и круче вариант. Так что пробуйте, экспериментируйте, заказывайте, не бойтесь брать кофе у наших украинских обжарщиков, потому что мы жарим очень круто и выступаем на чемпионатах тоже очень круто, вот, так что Украина в мировом кофейном сообществе на достойном уровне. Да, мы скоро будем задавать тренды, я надеюсь. Да, к фестивалям мы готовимся, к чемпионатам мы готовимся, сейчас будет еще конференция онлайн, поэтому мы в движении. Есть вообще предрассылки, то, что когда-то чемпионат мира пройдет в Украине. Ну, я же за это как бы и борюсь, и как бы и борюсь. Давайте дождемся, пусть пройдет карантин. Хотя бы, хотя бы какой-то чемпионат, хотя бы где-то. Нет, у нас есть, мы уже подавали заявку, нас рассматривают, поэтому мы уже максимально, смотрите, они же выбирают не просто как страну, да, то есть для того, чтобы принимать у себя чемпионат мира, там куча составляющих. У нас локация есть, у нас и сильнейшая команда есть, то, что мы сразу прошли на ура, надо, чтобы открылись границы, и тогда, я думаю, что и будем встречать чемпионат мира. Мы за это топим. Главное, не болейте, пейте вкусный кофе и смотрите будний обжарщика. Пока.